Привет друзья! С вами снова я Иван Фабро и я рад приветствовать вас на своем канале. Хочу маленькое видео снять о том, что нуклеусы это не только плодные матки, это еще и мед. В данный момент мы делаем отбор рамок с медом, так как пчелы позаливались. Я буквально два дня назад отобрал отсюда маток плодных, маток в нуклеусах нет и я даже забираю на откачку рамки, которые с расплодом. Я уже не одно видео показывал о том, что чем хороши такие нуклеусы, смотрите, это тем, что от них можно взять как маток так и метку. Вот покажу вам просто один из примеров на одном улье нуклеусе, что я делаю. Смотрите, это одно маткоместо, в котором реально пчелы залились медом и маткам негде сеять. Ну так как я маток отобрал, здесь пятки есть расплода и с каждого нуклеуса, с каждого отделения я беру по 1-2-3 рамки меда, полномедные рамки. Не пятки, не подковки, а полномедные рамки. Вот смотрите, и я просто вынужден их отсюда забирать, так как просто они залились очень много метку. Ну вот рамочка медовки расплод, я ее оставлю и подставлю откаченные рамки, чтобы было место. Через пару дней я сюда буду давать маточник на выходе. Здесь есть расплодик, то есть ничего страшного для маточника не будет. И в принципе все будет как всегда, будет матка и в то же время будет нот. В данный момент уже две рамочки я отобрал. Две рамочки. Вот смотрите, залито все. Тут буквально три яйца лежало наверное. Я решил это сделать сейчас, так как отобрал матки. Смотрите, вот это расплодик кусочек, вот это все залито медом. Ну я такие забираю тоже, потому что мне надо откачать их, чтобы маткам в зиму, которые матки облетятся, чтобы они еще сюда было куда им сеять. Ну и точно так же, смотрите, с этого нука я забираю три рамки. Три рамки на обкачку. Здесь есть маточники потянули, они свищевые, так как матку я забрал. Ну ничего страшного. Ставлю им три откачаные рамочки, которые я уже откачал. Есть. Итого пять рамочек с нука. Есть нуклеусы, где можно не забирать. Там я только по одной рамочке забираю. А есть такие, что надо забирать. Вот здесь расплод маточники свищевые. И здесь расплод. Здесь я заберу только одну. Одну рамку. Я говорю, есть такие нуки, где надо забирать все рамки. Ну а есть оставляю. И поставлю овощинку. Есть. Идем дальше. Вот такие, друзья, у нас дела идут с нуклеусом. Я уже видео снимал об этих нуках. Они во всем хороши. Сохранять маток можно весь сезон. И в зиму зимовать. И кроме маток с этих нук можно отбирать мед. Я уже с этих нук делал одну уже откачку меда. И скажу, что довольно неплохо. Эти нуки очень хороши. У них одни плюсы. Минус. Единственный их минус. Это первое заселение весной пчелой. Много надо пчелой. Но если мы оставляем зиму их зимовать, то на вторую весну нам просто не надо уже пчелой. Одни плюсы. Зимовка. Качество маток. Отбор меда. Ну и так дальше. Так что вот такие нуки. Я ими доволен. Вот сейчас у меня есть пенопластовые нуки. Которые я вам показывал. Они точно такие же. И с такими нуками очень приятно работать. Во всех как бы направлениях. Так что друзья. Те кто занимается пчеловодством. Как бы живет пчеловодство. Надо подбирать под себя. Такие варианты нуклеусов. Чтобы было удобно. Полезно. Рентабельно. Ну и так дальше. Чтобы это все окупалось. Чтобы все это у нас зимовало. И так дальше. Все друзья. Маленькое видео о нуках. О том что с них еще можно отобрать мед. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока. Не забудьте ставить лайки. И подписаться на мой канал. Кто еще не подписан. Все друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok